Эта осень запомнится жителям поселка Октябрьский тем, что в населенном пункте появилось кабельное телевидение от НСИД. До октября информационная оторванность от центра города была для них привычным явлением. Теперь ситуация изменилась. Как узнаете копейские новости, информацию от своего административного центра? Газеты иногда бывают, но когда по телевизору видим. А было бы вам интересно, если бы в поселке было телевидение, которое показывало именно про город Копейск, про поселок Октябрьский? Да, хотелось бы. Очень бы, чтобы хоть все узнать. Жители этого поселка чувствуют свою отдаленность от центра города? Да. А как это ощущается? Ну, во-первых, автобусы у нас нерегулярно ходят. Милиция у нас. Очень тяжело дозваться. Скорая тяжело. Ходят очень долго. Собственно, вот. А основные новости города Копейска вы откуда узнаете в основном? Тарафанное радио. Только так? Я провел телевидение. Вот это вот новое сейчас. Я знаю, у тёщи, говорю, у меня такое телевидение. Я смотрю, понравилось. И дешевле намного. А какие каналы смотрите уже? Все, которые у меня есть. Там 200 каналов, по-моему. Все они есть. Мы живем, как бы, относимся к городу Копейску, но мы не знаем, что творится у нас в городе Копейске. Какие события, какие новости, какое-то еще что сообщение. Мы как бы оторваны. Мы больше видим челябинское телевидение, чем наше Копейске. Это очень актуально и очень хорошо, что зашли на наш поселок. 140 цифровых и 63 аналоговых телеканала уже доступны жителям домов по улицам Ленина, Северная и 26-го партсъезда. Подключение первых абонентов проходило в праздничной обстановке. Поздравляю вас с первым снегом. Счастья, радости желаю. И к тому же я прихожу к тем, кто правильно все делает. И вот вы, в свою очередь, правильно все сделали, что подключились первыми к НСИ. К моменту подключения Илья и Анастасия Нинашева уже определились с выбором. Какие каналы, кто из них будет смотреть. В пользу маленького. Ему только детские познавательные. Я бы фильмы. Мне больше фильмов. Ну и таких, каких-нибудь тоже познавательных, приключенческих каналов. А маме что нравится? Кулинария и готовка. Такого кабельного у нас еще нет в поселке, что без всякого оборудования дополнительного кабельные дуги есть. Но оборудование надо дополнительно покупать и все прочее такое. Лишние провода, лишние эти. Так нам удобнее. О подключении кабельного ТВ новые абоненты сразу рассказали и своим соседям. Теперь они смогут получить один месяц телевидения в подарок. А при заключении договора на интернет еще и 200 рублей на свой лицевой счет. Вот уже по рекомендации одного из жителей поселка Октябрьского у нас подключается еще один житель. Да, давайте заходим быстро. Конечно зайдем к вам. А вы знаете, что вы получите еще подарок 200 рублей на лицевой счет? Потому что вас порекомендовал ваш замечательный сосед. Дед Мороз поздравлял первых абонентов не случайно. Дело в том, что новогодним подарком поселку Октябрьский от компании Инсид станет возможность подключения кабельного телевидения еще у 1600 жителей. В прошлом месяце мы начали строительство в поселке Октябрьский. Для удобства поселок разделили на две части по очередности. В первую очередь это улица 26-го портсеза до улицы Ленина. Вторая очередь от улицы Ленина до улицы Гагарина. На сегодняшний день в первую очередь издано порядка 10 домов. До нового года планируем полностью закрыть первую очередь. А вторую очередь, скорее всего, начнем в следующем году. Чтобы подключить телевидение и интернет от Инсид, не нужно ехать в офис компании. Это можно сделать, оставив заявку по телефону 99955 или на сайте инсид.ру.